Встреча руководства управления ГАИ Миноблсполкома с представителями региональных СМИ прошла в Минске. Начальник управления Николай Короткевич лично встретился с журналистами, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность их работы и поблагодарить за сотрудничество. Для областной госавтоинспекции сотрудничество с региональными телеканалами и газетами в приоритете. Именно в регионах происходят все основные события. Ту работу, которую мы делаем сегодня, мы делаем совместно с вами. И те вопросы, которые положительно решаются в повышении безопасности участников дорожного движения, они, конечно же, решаются при непосредственном вашем участии, за что вам сегодня отдельное спасибо. В эфире и на страницах региональных СМИ выходят сотни материалов на тему безопасности дорожного движения. Лучшие сюжеты, публикации и программы отмечают заслуженными наградами. В пятый год областная госавтоинспекция проводит конкурс ГАИ и СМИ за безопасность дорожного движения. На этот раз на конкурс были представлены порядка 70 работ. Лауреатов и номинантов определила комиссия. Стоит сказать, что журналисты Солигорского телеканала ежегодно в числе победителей. А в юбилейном конкурсе был отмечен весь коллектив за постоянное тесное сотрудничество и победу. Награду вручили директору СТК Александру Разнерицам. Встреча с руководством областной ГАИ не ограничилась награждением. Журналисты взяли на карандаш новые темы для актуальных материалов. Николай Короткевич в ходе брифинга озвучил проблемные моменты в сфере обеспечения безопасности на дорогах. Так, с начала года отмечен рост на 20% числа ДТП и на 7% количество пострадавших в авариях. По данным на 6 марта на дорогах Минской области произошло 131 дорожно-транспортное происшествие, в которых 21 человек погиб, 137 получили ранения. С 5 до 7 увеличилось и число ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. По словам Николая Короткевича, ужесточение законодательства в части наказания для пьяных водителей приносит свои плоды. Но кардинально переломить ситуацию пока не удается. Только за два месяца в стране задержано почти 3000 нетрезвых водителей. 558 из них на дорогах Минщины. Нетерпимость к пьянству за рулем все чаще проявляют граждане. В последнее время тенденция проявления активной гражданской позиции, я бы вот так сказал, не стукачество какого-то, как раньше там было принято, а именно оказание помощи милиции в поддержании правопорядка. Она, в общем-то, все ярче и ярче проявляется. Согласно статистике, основные виды ДТП – наезды на пешеходов, лобовые столкновения, опрокидывание транспортных средств. Почти в 30% случаев причинами аварий становится неправильный выбор скорости. По словам руководителя областной госавтоинспекции, водитель должен не просто следовать дорожным знаком, но и объективно оценивать ситуацию. Пример тому непогода 3 и 4 марта, когда число аварий возросло в три раза. Были предприняты многие меры, в том числе даже такие непопулярные, как понижение скоростного режима на тех автомобильных дорогах, где была в обычное время разрешена скорость для легковых 120, для грузовых 90. Скорость была понижена для грузовых до 70, для легковых до 90 км в час. Но все равно скорость движения нужно было выбирать с учетом состояния проезжей части. Озабоченность вызывает и детский дорожно-транспортный травматизм. С начала года на территории области в ДТП погибли три ребенка, 12 получили травмы. В большинстве случаев речь идет о детях-пассажирах и фактах нарушения. Родителями провел их перевозки. Пример – недавнее ДТП в Пуховичском районе, когда годовалую девочку при столкновении просто выбросило из машины. Ребенок погиб. В машине не было детского сидения, ребенка держали на руках. Каждое такое происшествие – повод задуматься о безопасности всем, кто садится за руль.